Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня у меня на обзоре будет долма-вегетарианец с виноградными листьями, фаршированная рисом и чечевицей. Приобретал в интернет-магазине Валберис за 268 рублей. Здесь у нас 500 грамм. Я так предполагаю, друзья, долма, это, можно сказать, наши голубцы, только фаршированные, наверное, не завернуты будут виноградные листья. Ну и, соответственно, там будет рис, чечевица. Не знаю почему, решил заказать именно вегетарианец, просто попробовать. Там еще есть с говядиной, я обязательно закажу, попробую, если, конечно, вот это окажется вкусной. Сейчас в приближенном рассмотрении, я прочитаю состав, открою и покажу, что же это за долма. Поближе покажу вам. Масса нета 500 грамм. Изготовитель ООО Самар, юридический адрес, Республика Армения. Готовое кулинарное изделие долма-вегетарианец. Стерилизованное, состав рис, чечевица, виноградные листья, лук репчатый, перец красный сладкий, петрушка, черный перец, подсолнечное масло, соль, вода. Вот, в принципе, и все. Масса нета основного продукта 362 грамма. Здесь еще плюс на английском зачем-то написано. Продукция готова к употреблению. Рекомендуется разогреть и добавить лимонный сок по вкусу. Рисунок на банке фантазийный. Лимон в состав не входит, но это понятно. Хотя могли бы еще кусочек лимончика сюда закинуть. Есть ключ для удобства вскрытия. Открывается очень даже прекрасно. Так, вот это вот лишнее. Ну, смотрите, да, как я и говорил, вот внутри здесь получается, как типа голубцов, завернутых только в виноградные листья, а не в капусту. Давайте парочку достанем. Как они вообще будут? Ну, вот так вот. Я думаю, пару штук для дегустации будет достаточно. Конечно, смотрите, такие маленькие они, ну, вроде бы сложено все качественно. Начинка нигде не высыпается. Грею. Так, друзья, ну, немножко я разогрел. Давайте сейчас попробую как-то аккуратно разрезать и посмотреть, что же здесь в разрезе. Если, конечно, получится это сделать. Так, аккуратненько. Ну, смотрите, вот видно рис, чечевицу, все, в принципе, есть. Ну, и сам, соответственно, виноградный лист. Конечно, подразвалилось оно, но сейчас попробую. Да, конечно, то, что оно развалилось, не очень хорошо. Не знаю, может и холодное лучше, конечно, есть. Но я попробую, кстати, и холодный тоже вариант. Запах. В запахе присутствует вот именно виноградный лист, вот запах отчетливого виноградного листа. И примешивается вот еще какая-то купорка. Но почему-то я не могу понять именно какая. Ну, так как рекомендуется разогреть, попробую в разогретом состоянии. Ну, первое впечатление по продукту, наверное, виноградный лист дает кислинку. В основном, именно в горячем состоянии, почему-то, именно вот кислый запах, кислый вкус, почему-то перебивает все. Сейчас аккуратненько попробуем холодную. Ну, кстати, друзья, в холодном состоянии кислинки, именно вот этой, ее меньше намного. И слегка чувствуется хотя бы рис. А вот в горячем, почему-то, вот кислоты слишком много. Да, друзья, все-таки, если ее разогреть, вот эта вот кислота, вот эта кислинка, ну, реально, она настолько все перебивает, не чувствуется ни риса, ни чечевицы. Соли здесь вообще очень-очень мало, но, я не знаю, вот именно, почему-то кислинка эта, ну, слишком ядреная. Если вегетарианцы любят такую еду, то, друзья, я им, если честно, не завидую. Реально, а лучше бы, наверное, надо было заказать все-таки с говядиной. Возможно, там было бы получше. Хотя, опять же, если это именно виноградный лист, вот эту дает кислость ужасную, то, скорее всего, он нафиг перебьет и говядину, и все прочее. Ну, не знаю, друзья, долма с виноградными листьями, вот эта фаршированная, я вам не рекомендую. Рекомендую, если вы, конечно, не вегетарианец и не привыкли к такой еде. Мне, ну, вообще, от слова совсем не нравится данный продукт. Я, соответственно, больше его никогда в жизни не возьму. Ну, не знаю, смотрите самим, но я бы вам не рекомендовал, если честно. Лучше взять капусточки, сделать самим голубцы. Вот это будет просто идеально, друзья. И на этой не очень радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока.